Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет очень насыщенное видео. Как вы поняли из названия, я собираюсь провести супер научный эксперимент с мясорубкой. Сейчас в Америке такие эксперименты в школе проводят. Шутка! Я хочу перемолоть моего стретч-армстронга прямо в этой мясорубке и посмотреть, справится ли она с ним или заглохнет. А также сегодня я покажу вам потрясающие девайсы от Tronsmart. Это Bluetooth-колонка Tronsmart Element T6. А также у меня есть Bluetooth-наушники Tronsmart Spunky Buds. Поехали! На одном американском канале я видел, как разрезали Армстронга ножом. И внутри оказалось очень густое вещество из глюкозы. С виду оно супер-супер клейкое и вязкое. И мне интересно, сможет ли моя мясорубка с ним справиться или нет. В общем, как всегда у нас будет очень дерзкий эксперимент. А нападающий Барселоной Луис Суарес самый дерзкий и зубастый футболист. А Tronsmart производит самые дерзкие и зубастые аксессуары в мире. Смотрите сами, если не верите. Это, ребята, самая дерзкая уличная Bluetooth-колонка Tronsmart Element T6. Она в полтора раза мощнее и в два раза дешевле аналога JBL. Сейчас я вам включу музончик для примера. Делаем громче. Максимум! Смотрите сюда! О, пошли басы! Звук очень чистый и мощный. 25 ватт плюс сабвуфер. А у JBL всего 16 ватт. А Tronsmart еще и в два раза дешевле, чем JBL. Самая мощная колонка за свои деньги. Вот еще зацените басы. Погромче. О! Вот это валит, да? Или вот. Класс, правда? Вот это мощная бомба. А также я купил себе Tronsmart Spunky Buds. Самые доступные независимые Bluetooth-наушники с отличным качеством звука. Аналог знаменитых наушников от Яблочного Гиганта. Вообще они стоят 4000 рублей. Но до 12 ноября их можно купить за 2500 рублей. Не выпадают из ушей, не боятся дождя или пота. В них можно бегать или гонять в футбол. А еще я заказал себе Tronsmart Trim. Самый тонкий в мире пауэрбанк на 10 000 мочей. Есть порт USB Type-C. Хоть MacBook заряжай. Стоит всего 2400. Тот же Xiaomi дороже, толще и у него только обычный USB. На все товары уникальная безусловная гарантия полтора года. Если сломалось, отправь фотополомки в Tronsmart и получи бесплатную замену. Никакого геморроя с сервисными центрами нет. Прямо сейчас на Али распродажа. Скидка 1500 рублей на хитовые устройства Tronsmart. Только до 12 ноября. И всего 1500 устройств. Кто прощелкает, сам виноват. Скидка только по ссылке в описании. А теперь переходим к нашему дикому эксперименту. Кстати, захожу сегодня в магазин техники и говорю, дайте мне, пожалуйста, самую дешевую мясорубку. Мне говорят, вот она, будете брать? Я говорю, да, беру. Хорошо, сейчас выпишу гарантию. А я говорю, не нужна мне никакая гарантия. Как не нужна? Да просто так. Если бы они знали, зачем я покупаю эту мясорубку, то, наверное, потеряли бы сознание. Но гарантию мне все равно выписали. Поэтому, если вдруг что-то случится, то я отнесу ее по гарантии. Итак, для начала проверяем, как она вообще работает. О, боже, какая же она громкая. Жесть. Так, ладно, получится ли у нас сюда засунуть эту, прям, чтобы достала туда. Так, так, так. Ну, по идее, он касается ногами. Ладно, погнали. Я не понял. Армстронг, ты что, упелся, что ли? Не влезает, честно говоря, не понимаю. О, кстати, у меня в комментариях давно спрашивают, что у тебя с большим пальцем. Итак, ребята, сейчас я открою вам большую тайну. Просьба слабонервных удалиться от телеэкранов. Удалились? Итак, смертельный номер. Смотрите на мой большой палец. Кто так умеет? Напишите в комментариях. А теперь вернемся к нашему Армстронгу. Я не понял, что-то он не влезает. А нет, смотрите, он, кажется, застрял. Одна нога уже затянулась. Так, ладно, значит, нужно дальше его запихивать. Я слышу какой-то непонятный запах. Не горишь ли ты, мясорубка? Включаем реверс. О, нога немножечко подмялась. Так, что же делать? Может быть, сделать вот так вот и туда быстренько его засунуть? О, кажется, она глохнет. О, нет. Я, наверное, лучше выключу. Мне кажется, она сейчас взорвется. Что-то завоняло. Вы видели? Вот что получилось со стретч Армстронга. Тут полезла резина. И это вещество. Вот оно. Вот оно. Ребята, мне кажется, нашей мясорубке все равно уже капец. Поэтому продолжим эксперимент до конца. Сейчас я включу ее и отойду в сторонку. И мы подождем, чем же это закончится. Либо она его переварит, либо она сгорит, либо еще что-то произойдет. И сейчас мы это узнаем. Итак, включаю и отхожу подальше. Боже, как она гудит. Ничего не происходит. Какие-то звуки. Вы слышите? Все, затихло. Походу, она сгорела. О, пошел дым. Я вытянул ее из розетки. Пошел дым, ребята. Я не знаю, видно вам или нет, но с нее пошел белый дым. Откуда же он валит? По-моему, снизу. Да, вот он, смотрите. Дымочек. Капец. Так, и что у нас здесь? Вот во что превратился наш стретч Армстронг бедняга. Да, кстати, вот это вот вещество меня интересует. Какое оно? На что оно похоже? Ой, оно действительно очень клейкое, ребята. Фу. Напоминает какой-то, я не знаю, клей что ли. Или смолу. Какую-то смолу из дерева. О, точно. Это похоже на смолу из сосны, только такая более прозрачная. А ну-ка, давайте открутим ее. Ого, по-моему, ее заклинило там. А, тут же есть кнопка. Это я торможу. О, мой гад, еле вытащил. Да, попробуем раскрутить. Это просто нереально, господа. Наверное, наш бедный Армстронг будет похоронен в этом железном саркофаге, потому что я не могу открутить. Так, а если взять тряпочку? Оп, кажется, пошло. Да, пошло, ребята. Сейчас мы посмотрим, что у нас там в серединке. Давай, откручивайся. Так, это есть. Вынимаем эту штуковину. О, посмотрите, что здесь. Какое месиво. Вы бы смогли узнать, что это стретч Армстронг? Я думаю, нет. О, мой гад. Так, эта штуковина сюда. Блин, я боюсь сюда вообще, потому что залипну намертво так. Давайте. Смотрите, клей. Давайте попробуем вытолкать эту штуку отсюда. Ничего себе. Блин, это нереально густая какая-то, как смола просто. Нет, я не смогу его отсюда вытолкать. Оно просто намертво там. Там еще, кстати же, голова пластиковая. Она, видно, здесь заклинила вообще этот винт. Его нереально отсюда просто достать. Ну, а если мы даже достанем, то что мы увидим? Вот такое вот месиво. Кстати, вот это вещество, которое внутри находится, которое именно придает эту тягучесть. Оно какое-то, ну реально смола. Можно попробовать сделать своего стретч-армстронга, наполнить его смолой из сосны, и в принципе должно получиться примерно то же самое. Какой-то типа супер липкий лизун. Я не знаю, как теперь у меня отмоется, руки не отмоются. По идее, должны отмыться. Интересно, эта штука растворяется в воде? Сейчас попробуем. Короче, ребята, я попробовал, это вещество растворяется в воде. То есть, если это правда, что это сироп глюкозы, то он должен полностью раствориться в воде. Это знаете что? Это напоминает топленый сахар. Просто топленый сахар очень горячий, а это холодное. Вы знаете, оно сладкое. То есть, это точно сироп глюкозы. То, что я нашел информацию в интернете. Абсолютно безвредное вещество, но очень-очень липкое. Пойду помою руки. Кстати, смотрите, у меня, кажется, получается вытолкать отсюда винт. Так, и мы посмотрим сейчас, во что же он таки превратился. О, вот это да. Где здесь что, я не пойму. Вот я вижу нога, вот я вижу рука в кулаке, вот еще одна рука. Головы я вообще не вижу. Вот какая-то пластиковая штука у него здесь внутри. Где голова, чуваки? О, кстати, если этот сироп глюкозы растворяется в воде, то можно это все просто бросить в миску с водой. Через какое-то время у нас должна остаться одна резина и металл. Попробуем. Потом расскажу вам, что получится. Ну, а на сегодня все, ребята. Пойду я мыть руки, потому что даже камеру не могу выключить такими грязными руками. Подписывайтесь на канал. Кстати, скоро нас 4 миллиона. Присоединяйтесь к нашей большой компании. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok